Районный этап музыкального конкурса «Одаренные дети Подмосковья» собрал 93 юных музыканта. Они соревновались по трем номинациям – духовые, ударные и электроакустические инструменты. «Одаренные дети Подмосковья» Мы стараемся приглашать людей, профессионалов из высших учебных заведений – это Российская Академия Музыки и Московская Консерватория. И с года в год они отмечают рост участников исполнительского мастерства. Мы оцениваем вас прежде всего по десятибальной системе. Это система, при которой девятка является пятеркой, десятка является пять с плюсом, восьмерка – это пять с минусом, семерка – это очень хорошо, четыре с плюсом, четверки – это шестерка и так далее, и ниже. Значит, обычно на наших конкурсах все дети, которые получают девятки в среднем по баллу, они получают первые места. Артур Аль играет на саксофоне, говорит, выбрал этот инструмент, потому что на нем можно исполнять джаз. Репетировать молодому человеку приходится каждый день, минимум по 40 минут. Особое внимание будущий джазмен уделяет дыханию. Кладу книгу на живот тяжелую и дышу так. Конкурсанты признаются – залог хорошего выступления, полное спокойствие, хотя добиться его не так-то просто. Самое главное – не трястись и все запомнить и выступить. В конце дня члены жюри подвели итоги районного этапа конкурса «Одаренные дети Подмосковья». Но расслабляться победителям рано 21 марта в Лесногородской школе искусств пройдет областной этап творческого состязания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok